Российские пропагандисты пишут, что армия РФ получила от Мосфильма 28 танков типа Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМБ и 8 тягачей неназванного типа, которые стояли на складах этой киностудии. Эта передача якобы состоялась еще в 2023 году в прямой координации с Минобороны РФ, о чем глава Мосфильма Шахназаров заявил кремлевскому главарю Путину. Новость на самом деле незаурядная, поэтому ее стоит проанализировать подробнее, и начнем вот с чего. Обычно считается, что танки на киностудиях используются как реквизит, с соответственно ограниченной функциональностью. А в случае с Мосфильмом распространенным фактом является то, что там Т-55 использовались в частности для бутафорской имитации немецких танков типов Т-4 или Тигр времен Второй мировой войны, для чего проводился соответствующий визуальный апгрейд этих машин. Однако в открытом доступе можно найти фото тех самых Т-55 в оригинальном виде из запасов Мосфильма. И выглядит так, что в данном случае российские военные получили не кинематографическую бутафорию, а вполне функциональные образцы для использования в качестве доноров запчастей или же из строевых машин. По данным в открытом доступе, на 2015 год армия РФ могла иметь в запасе до 2500 танков типа Т-54 и Т-55. В то же время в 2017 российская Минобороны обнародовала план по сдаче на утилизацию этих машин как металлолом. Но сейчас, как видим, россияне выгребают Т-55 где только возможно, и так дошли даже до запасов своей главной киностудии. Однако на этом фоне удивляет элемент о якобы переданных в российские войска 8 единиц ПТ-76. Потому что этого типа раритетные машины еще не были замечены на поле боя. На всякий случай напомним, что ПТ-76 это легкий танк, который производился еще в 1951-1967 годах. Имел противокумулятивное бронирование и был вооружен 76-миллиметровой пушкой. Последний раз российские войска использовали ПТ-76 во время Первой Чеченской войны в 1996 году. Вероятно, ПТ-76 от Мосфильма пошли как доноры запчастей для БТР-50, которые созданы на базе шасси этого танка. В целом, эту новость о танках для армии РФ от Мосфильма можно воспринимать в таком ключе. Россияне пытаются проводить линию внутренней мобилизации по советскому лозунгу. Все для фронта, все для победы. Глядишь, так и до цирковых лошадей доберутся.